Они не испугались и не опустили руки, столкнувшись с опасностью. Ставропольцы вновь выберут народного героя. Телекомпания «Свое ТВ» совместно с Общественным Советом при краевом главке МВД объявляет о старте второго интерактивного конкурса, который так и называется «Народный герой». На предварительном этапе мы отобрали пять историй, в которых полицейские проявили свои лучшие качества. Мужество, ответственность и бескорыстие. Лучших сможете определить именно вы, как именно, расскажет Илья Захаров. Январь 2017-го. Даже днём столбик термометра не поднимался выше минус десяти. Движение на федеральной трассе «Кавказ» несколько раз перекрывали из-за сильных перемётов и обледенения. На шоссе в районе села Курсавка опрокинулся большегруз с азербайджанскими номерами. К счастью, сам водитель не пострадал, но вот машина застряла надолго. Оставлять ценный груз на трассе водитель не стал, но и греться в перевёрнутой фуре было невозможно. На помощь пришёл экипаж ГАИ. Я опять ещё раз повторяю, что очень благодарен автоинспекторам, которые, ну, теперь есть спецбатальонки в городе Кисенке. Они мне на самом деле по-человечески относились и как в человеке считали, и кормили, и, опять же говорю, в тёплой машине держали. В общем, благодарен. В течение четырёх суток автоинспекторы Евгений Бобовников и Геннадий Ильченко, а также их коллеги из специализированного батальона ДПС, дежурили возле большегруза. Отогревали водителя в патрульной машине, поели горячим чаем, помогали следить за сохранностью груза, а также принимали участие в операции по спасению автомобиля. Находили кран, пытались с обочины его, из поля он заезжал. Через три дня подняли. Наверное, так было погодные условия ещё? Да, влияли на этот самый, чтобы поднять эту фуру. И пока кран нашли, грузоподъёмность, чтобы была большая, соответствовала. Потом плиты там стелили мы под кран, чтобы не проваливаться. Это только часть и только одной истории об участниках интерактивного народного проекта. Всего таких историй пять, полной версии очерков, вы можете посмотреть на сайте телекомпании stv24.tv в разделе «Народный герой». Здесь же можно проголосовать за тех полицейских, чей подвиг больше всего воодушевил именно вас. Голосование продлится до 7 ноября. Имена победителей будут названы спустя три дня. Они получат награды на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работников полиции. Илья Захаров, Николай Попов, Ставропольское телевидение.